Друзья, всем привет! На канале Рецепты в гостях у Вани. Сегодня я хочу показать вам, как очень вкусно приготовить брокколи. Она получается чесночная. Я очень хочу поделиться с вами этим рецептом. Для этого рецепта я беру 350 грамм брокколи и отрезаю маленькие кусочки. А вот этот стебель я использую чаще всего для супов, не выбрасывая его. Для того, чтобы брокколи готовилось равномерно и была очень красивая презентация, я еще разрезаю на две половины. Вот таким образом, чтобы эта грань была острая. А для лучшего результата брокколи рекомендую нарезать одинакового размера, для того, чтобы она готовилась равномерно и результат будет намного лучше. Для этого рецепта лучше всего взять свежую брокколи. На днях я приготовил этот рецепт из брокколи для своей семьи, и всем моим так понравилось, что я очень захотел поделиться с вами этим рецептом. Перекладываю капусту в емкость. Подготовки для этого рецепта минимальные, осталось разрезать только чеснок. Возьмите целую головку и разрезаю на две половины. Нам понадобится только одна часть, вот эта. Для этого рецепта подойдет абсолютно любое масло. Я беру виноградных семечек, но можно взять оливковое, либо любое душистое. И добавляю примерно одну столовую ложку. А также щепотку крупной соли. Количество регулируйте по своему вкусу. И тщательно перемешиваем. Для этого метода лучше всего подойдет противень с толстым дном и невысокими бортиками. У меня алюминиевый. Подстилаю пергаментную бумагу и добавляю немного масла также на бумагу. А теперь вот эту часть чеснока укладываю срезом вниз на противень. Предварительно распределив масло по всей поверхности. А вокруг раскладываю брокколи срезом вниз. Для лучшего результата слишком много не нагромождайте. Лучше сделать несколько партий. При нарезке, если остаются мелкие куски брокколи, лучше укладывайте их в середину, а крупные по краям. Так будет готовиться равномернее. Мне очень нравится такая капуста, особенно с рисом. Ничем не накрывая, отправляю в духовку на температуру 230 градусов Цельсия, либо 450 Фаренгейт, примерно на 15-17 минут на средний уровень. У меня прошло 15 минут. Конечно, ориентируйтесь по своей духовке. Вынимаем чеснок, а всю брокколю отправляю в посуду для смешивания. А для того, чтобы получилась именно чесночная брокколи, вынимаем зубчики чеснока, которые запеклись уже. Конечно, будьте осторожны, очень горячие, но именно нужно сделать, когда они горячие. Вынимаю и раздавливаю их немного ножом. Вот таким вот образом. Такую пасту превращаю немного. И отправляю к брокколи. А сейчас вы можете корректировать вкус. Кто хочет приготовить чесночную брокколи насыщенным вкусом, добавьте весь чеснок. Я именно большой любитель чеснока. Из-за этого добавлю весь. А далее зависит только от вашей фантазии. Я добавляю немного кунжутного масла. Можно добавить любое душистое. Одну чайную ложку, немного. Тщательно перемешиваю. И желательно дать настояться буквально 5 минут, для того, чтобы брокколи пропиталась хорошенько чесноком. И можно будет дегустировать. Рецепт этой брокколи вам очень понравится. Она получается душистая, ароматная, с ярким, насыщенным вкусом. Как вариант, можно добавить зелень и сделать салат. А мне нравится просто так, потому что действительно очень вкусная брокколи. Я очень большой любитель чеснока в этом виде. И когда дегустирую, беру все сразу. И постарайтесь сильно долго брокколи не переготавливать, для того, чтобы оставалась еще хрустинка. Друзья, это просто великолепно. Действительно, очень вкусная брокколи, а главное, быстро и всегда с хорошим результатом. А вы, дорогие друзья, нажимайте на колокольчик. Для меня это очень важно. Оставайтесь со мной. До скорых встреч. Пока!